Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Вопрос касается мужа и брата, второго вопроса. Дело в том, что они сейчас находятся, значит, вместе, они сейчас работают, они поехали за границу, вот, и из-за учёбы в университете автор вопроса поехать с мужем и братом не смогла. Так вот, муж, находясь там, постоянно учит брата. А второе вопрос – как нужно жить? У брата есть определённые проблемы в смысле того, что есть некоторая нереализованность, есть проблемы с самооценкой, есть опыт подавления, то есть, ну, когда его подавляли, скажем так. Вот. И, в целом, брат, ну, недостаточно, скажем так, уверенный в себе человек. Получается. Судя по тому, вот, что описывает автор вопрос. И получилось так, что муж учил-учил-учил брата автор вопроса, а тот, собственно, вспылил, да, наговорил много чего и так далее. Ну, вот, даже, даже после этого, в общем и целом, муж всё равно как бы хочет помочь брату и не желает ему зла. Вот. Ну, а брат, он как бы этого, получается, не понимает, вот, и говорит, что никакая помощь ему не нужна. Вот. В итоге получается конфликт. Автор вопроса не знает, что ей делать, вот, вмешиваться в конфликт или оставить всё как есть. Вообще, здесь я бы, конечно, сказал о том, что вам желательно бы поговорить с мужем. Как с человеком, получается, более зрелым, более развитым, вот, и более, так скажем, гибким. Вот. Поговорить с мужем и донести до него, что, как бы, учить взрослого мужчину, да, другого, не если хорошо. Вот. Постараться донести до мужа эту основную мысль, что ничего хорошего в том, что он его учит, ваш муж, я имею ввиду вашего брата, нет и быть не может. Это всё равно давление, это всё равно в определённой степени доминирования, ну, вот, из которого просто ничего не получится, кроме агрессии со стороны вашего брата, потому что, ну, как-то себя защищать нужно. Вот, он, в принципе, себя и защищает, вот, ну, так как умеет, да, так как умеет, так себя, в принципе, и защищает. Вот. Поэтому, не важно, чего-чего хочет ваш муж, да, не важно, хочет ли он, ну, хочет ли он добра, не важно, хочет ли он чего-то ещё, важно, пусть, то вот, ничего хорошего из этого, в принципе, получится не может. Вот. Вот. Я бы рекомендовал вам и вашему мужу изучить такое явление, как треугольник Карпмана вы находитесь, на мой взгляд, в нём, в этом самом, в этом самом треугольнике Карпмана вы находитесь, потому что вы пытаетесь оба, получается, помочь брату, вот, не особо при этом, как бы, спрашивая, нужна ли ему, собственно, вообще помощь, товарищ. Вот. И проблема в том, что вот эта вот тенденция помогать, она всегда связана с неравенством, на что, конечно, ваш брат будет реагировать негативно, потому что ему хочется, чтобы к нему относились как к равному, вот. А если к нему как к равному относиться, ну, не относятся, всё время пытаясь помочь, то это, конечно, подрывает очень сильно, ну, самооценку подрывает очень сильно и в итоге, в общем, ничего, ничего хорошего. Опять же, из этого не получается, вот, поэтому это нужно учитывать, это нужно иметь в виду, вот, и, соответственно, обращать на это внимание. Опять же, вот, в научной литературе достаточно хорошо описана эта история, история связана с спасительством, то есть, когда, вот, пытаются, ну, пытаются спасать людей, вот, это очень хорошо описано и, в общем-то, всегда это приводит только к одному, всегда это приводит к очень серьёзному негативу, очень серьёзным конфликтам, потому что люди берут, как бы, ответственность, там, за других людей, вот, совершенно необоснованно, вот, совершенно необоснованно это делают, вот, и в итоге это приводит, как бы, к результату полностью противоположен, потому что, ну, человеку кажется, что его унижают и, вот, ну, чисто, скажем так, а, чисто, чисто формально, чисто формально, вот, то есть, помогают тем, кто, ну, как правило, не может, там, справиться сам, вот, то есть, а-а-а-а, как бы, ну, всё, с чего вы решили, да, что ваш брат сам не справится, например, или с чего вы решили, что он должен справляться, с каким-то, ну, определённым образом, например, то есть, это вот, как раз, такая тенденция, вот, связанная, напрямую, напрямую связана с спасительством, вот, и... и... никогда ничего хорошего из этого не получается, никогда, вот. Поэтому, а-а-а-а, от этой позиции нужно отходить, если вы на самом деле хотите брату помочь, то... как бы, спасать его желательно прекратить, вот, учить его жизни желательно прекратить, желательно дать ему определённую свободу, и ваш муж поступает, как родители. Ну, то есть, вполне возможно, что, ну, в этом смысле, вам уже, там, пора, например, там, своих, ну, своих детей. Вот, что есть, вполне возможно, что вам, ну, пора заводить своих, своих собственных детей, вот, чтобы муж учил жизни их, если ему так, вот, хочется воспитывать кого-либо. Но, как бы, но в остальном, в остальном, это очень серьёзная проблема. Это неуважение личных границ и так далее. Вот, поэтому, а-а-а, вам необходимо учиться коммуникации, а-а-а, вот, в конфликт вам, конечно, лучше не вступать. А-а-а, вот, с мужем поговорить имеет, имеет смысл, потому что, ну, вероятно, он, он более, скажем так, прислушивается к тому, что вы ему скажете, если это, ну, такой, да, человек. А-а-а, адекватный, скажем так, вот. А-а-а, вот, пожалуй, и всё, вот, пожалуй, э-м, такой ответ я могу вам дать. Но, но здесь, э-э, по понятным причинам, э-э, есть ещё ваша сторона, да, то есть, э-э, страна как раз такая, что, э-э, ну, вот вы сами, лично, э-э, переживаете почему-то за э-э, своего брата, вот. Опять-таки, видимо, я считаю, что он там сам не справится, например, например. Вот, но, э-э-э, как правило, это всё сводится только к тому, что он не справится так, как хотите вы. Ну, так как нужно вам, что ли. Ну, вот, и, соответственно, вот, от этой порочной, э-э, практики, на мой взгляд, имеет смысл отходить. Чем быстрее, тем лучше. Вот. А в противном случае вы можете просто, ну, своему, э-э, своему брату навредить и ещё больше. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...